Так, а мы сейчас идем в поликлинику. Степка надела вязанный костюмчик, снизу бодик и шапочка желтенькая. Погодка такая прикольная. Еще пока что лето, последние деньки летние. Степа, смотри, собачка, а тебе ее не видно. Так, в общем, у меня прием на 8.20. Я предполагаю так, что придется еще ждать, конечно. Потому что у нас там лично очереди. Врачи, бывает, приходят позже положенного им времени. Приходится ждать в очередях, поэтому. Вот, пойдем, значит, брать направление на прививки. Я уже даже не помню, какие прививки нам осталось сделать. Но я знаю, что мы с ними затянули немного. С утра вставать вообще кайфец. Свежо, никого почти что нет на улице. Классно вообще. Кайф прямо. Рядом не хватает какой-нибудь подружки, чтобы позвенеть. Вместе поболтать о чем-нибудь. Да, только со Степкой иду, улыбаюсь. Глядя на него. Потому что он то палец сосет смешно, то он в окошко смотрит здесь, в коляске. Да, зайка? Скоро придем, солнышко уже. Короче, кайф. Я ловлю кайф. Да, девчонки, ну все, сходили мы ко врачу. Анализы еще нам не сделали. Сказали 4 сентября приходить. Я вам хочу показать, что тут на улице сделали у нас. Раньше этих дорожек не было, детской площадки не было. Сейчас сделали такую хорошую площадку. В виде корабля здесь. Ну, в Москве, наверное, полно таких. Но вот здесь, в сельской местности, вот первая, наверное, такая прям цивильная площадка с этим, с тренажерами. То есть не только для детей, но можно даже и для взрослых. Очень классно все выглядит, современно. Резиновое покрытие. Мы еще пока не сидим, жалко, конечно. Так бы можно было его уже на какую-нибудь качельку посадить, хотя бы вот сюда. Но нам уже скоро. В общем, облагородили, как-то дорожки сделали, потому что раньше здесь вообще было пустое пространство, никому не нужное. Сейчас хотя бы сделали что-то полезное. Здесь все приятно. Здорово, и поликлиника рядом. Вообще классно. Стой, Степка. Мама покачается на качельках, а ты пока посиди. А вот и мама с прической косичкой, не накрашенная. В общем, я сяду на эти качельки, пока Степа тут родом. Ой, я надеюсь, не махнусь отсюда. Тоже хочется побыть иногда ребенком. Классно. Пусть смотрят со стороны и подумают, вот дурочка. А ну и пофигу, пусть думают, что хотят. Я летаю, я в раю. Степа сейчас, наверное, подползет к мишке. В общем, этот процесс у него еще пока не быстрый. Но ползает он странно. Ложится сначала на живот, подтягивается руками, а потом опять ложится на живот. Ну, ползает уже, в общем-то. Болтает с ним. Степка, летаем, летаем. Да, летаем, летаем. Заказывали на Озоне с сережкой вот такие вафли. Просто классные. Начинка прям свежая. Они такие легкие, воздушные, хрустящие. У них начинка очень похожа на нутеллу. То есть, видите, здесь тоже с фундуком идет, шоколадная. Но мы уже почти все съели. И вот последнее. Я вам на ней решила показать. Ой, какая вкусная вафля вообще. Просто посмотрите, как она. Шоколад прямо блестит внутри. Вкуснее я, по-моему, не ела. Сережка сказал, что ему среднее. Но, видать, он вкуснее ел, я не знаю. Да, дитя там сидит на стульчике, кричит. Сейчас я съем последнее. В общем, там такие маленькие вафлики. Вот. Просто есть здесь несколько штук в одной упаковке. Ну, типа, одному человеку, типа, на порцию должно хватить. Так они думают. Всем привет. На Азоне были заказаны вот такие трусики. Фирма Lucky Child. Да, если я правильно произношу. Это дизайнерская одежда российского производителя. Вот. Почему заказываем на Азоне, я уже объясняла. Тем, кто не знает. Просто очень удобно. Доставка бесплатная сейчас. Ну, и вообще, от 3,5 тысяч у них доставка бесплатная даже в Дальнее Подмосковье. Короче, я заказала трусики. У них здесь разная серия. Идут вот три в комплекте вот такие шли. И два в комплекте вот такие. Я вам ссылочки оставлю в описании. Давайте сначала разберемся вот с этими. Сделаны из стопроцентного хлопка. Трусики на подгузник. Можно одевать и без подгузника. Здесь очень интересно. Видите, как сделаны ножки. Они спереди. Такие две дырочки. И идут специальные резиночки. Очень мягенькие. По бокам тоже из стопроцентного хлопка. Вот. В данном случае синие трусики с белыми звездочками. Вот так вот они выглядят сзади. Здесь резинка. Внутри резинка довольно-таки плотная, упругая. Животик. Не знаю. Если толстенький ребенок, то может немножечко давить, наверное. Да? Если толстенький животик. Если стройный ребенок, будет вообще идеально. У нас на степке хорошо сидит. Мы стройненькие, худенькие. Вот. Ну и на среднего ребенка тоже нормально будет. В принципе, резинка тянется. Мне одной рукой, к сожалению, не показать. Она тянется. По ощущениям, там внутри такая плотная достаточно резинка. Вот этот набор из трех трусиков стоил в районе 500 рублей, если я не ошибаюсь. Вот. Фирма Lucky Child. Вторые трусики из этого набора имеют вот такой вот слегка бежеватый оттенок с сереньким. Здесь рисунки тоже. Везде фирменная надпись Lucky Child. Кузя пришел. Так. Сзади вот так вот выглядят. По сути, все то же самое. Просто цвета другие. Сто процентный хлопок. Вот. Это у меня, кстати, размер 68-74. Я все такого размера взяла. Особенно, кстати, актуальны эти трусы для тех, у кого ребенок дома в трусиках ползает. Если жарко дома, на лето хорошо. Вот. Либо у кого там зимой отопление хорошо шпарит. И чтобы ребенку жарко не было, в них вообще оптимально. Ну и гости, если приходят, чтобы он не в подгузнике ползал, а сверху подгузника одеваете. Он как бы в трусиках таких. Они смотрятся очень интересно так на теле. Вот так вот сзади просто белые. Мы пока померили одни вот такие красные. Вот это две штуки в комплекте шли. Серия FIFA. Для тех, кто любит футбол. Для фанатов футбола. Russia FIFA World Club. Здесь уже немножко другой материал. Используется для самих ножек. Вот такой лапшевидный. Мерила я ему. В принципе, смотрится хорошо. Они однотонные. Здесь резинка тоже достаточно плотная. То есть, в принципе, похоже на предыдущие. Но как бы типа дополнительные надписи тут. По поводу FIFA. По ткани все то же самое. И вот белый с серым. Только здесь еще рисунок. Вот песик такой. Или это волчонок. Я не знаю кто. Я не фанат вообще футбола. У меня муж тоже. Просто мне понравилось, как они выглядят. Я их и заказала. Тоже стопроцентный хлопок. Но вот этот набор из двух трусиков стоил как вот этот набор из трех трусиков. Короче, ссылки оставлю. Там будет цена. Тем более, периодически бывают акции. Цены всегда меняются. Так, вот так выглядит ребенок в труселях на подгузник. Всем привет! Вот наконец-то мы с мужем и с ребенком выбрались хоть куда-то погулять. Видите, я себе навела прическу, завела волосы. Чувствую себя прямо очень хорошо. Потому что не завевалась и не приводила себя в порядок уже давным-давно. В общем, мы гуляем в парке Ёлочки. Сейчас тут утро. Народу почти что нету. В общем, мы очень рады, что наконец-то хоть куда-то выбрались. Вот мы идем куда-то вглубь этого парка. Здесь много таких небольших забегаловок, которых можно перекусить. Люди тут, кстати, бегают поутру. Слушай, давай подведем его вот к этому чебурашке, к крокодилу Гене. Пусть посмотрят. Степка у нас, конечно, еще в таком возрасте, когда его не на карусельках толком не покатать. Так, если только на ручках его вместе с собой. Но и то до него еще не допирает, пока слишком маленький. А что-то такое. Здесь вы можете зарядить телефон. Кстати, интересно сделано, да. Классно и сделано. Чебурашка и крокодил Гена. Тут же сразу детская площадка. Ух ты! Ух ты! Тут такая симпатичная аллея сделана. В общем-то, вечером, я так понимаю, здесь включаются вот эти вот рамки. Это как сказать? Что это, Сережа? Арки. Арки. И они в темноте очень классно светятся, я так думаю. Ни разу не видела. Это аллея молодоженов, что ли? Аллея молодоженов. Ну вот, в общем, так у нас все смотрится. Иди, иди. А тут сосны у нас. Ну и там детки всякие играют. Тут очень много мам с детьми. И пап тоже с детьми. Церковь. Приезжала моя мама, купила грызунов вот такой силиконный. У нас только мягкий и приятный. Я бы сама его грызла. Вот. Это вертолетик. И в комплекте была еще машинка другой формы. Сейчас ее здесь нет. У Степы в игрушках лежит. Потом подарила вот такой вот очень удобный фарточек для еды. Клеенчатый. Легко споласкивается, моется. Очень мягкий, приятненький. И яиченки здесь нарисованы. И он крепится на липе. Фирма Happy Baby. По размеру, вот видите, он большой. Да. Мы с ним в основном сейчас едим. Бесилка моя маленькая. Вот. Потом она подарила из фарточков еще. Вот такой маленький. Он тоже, в принципе, такой удобно моется. Вот. Но здесь единственное, что неудобно, долго крепить. Это надо шнурочками сзади завязывать. И если вдруг на шею дальше попало, то шея запачкается. Но спереди будет чистенько все. Один раз пыталась с ним, в общем, покормить. В итоге сняла и одела все-таки вот этот. Он гораздо удобнее. Вот. И еще вот такой вот я хотела изначально с кармашком. Сейчас у нас, когда начнутся всякие каши и прочее, вот эта штука с карманом очень пригодится. Прорезиненная, силиконовая или как она называется. Причем не дешевая. Вот здесь в кораблике у меня мама вроде покупала. Ну, 390 рублей практически. Будем пробовать. Еще ни разу с ней не пробовала. Здесь вот есть отверстия для регулировки шеи. Мама подарила еще наборчик от Happy Baby для зубов. Это прибор для чистки языка. Вот такой скребок. Потом обычная щеточка такая с щетиной, маленькая, мягкая. И вот такая вот другая силиконовая щетка. Скоро у нас зубки пойдут. У нас во всем уже слюни, кулаки во рту целыми днями. Так что пригодится. Спасибо большое маме. Вот. Стоил он 300 рублей. Вот. И Серега еще заказал сазону. У меня москитная сетка универсальная. Это для коляску. Вообще это, наверное, актуально было бы для начала лета. У нас мы возле поля живем. Когда выгуливаешь, чтобы вечером всякие мошки не летели ему, потому что реально залетает очень много мух, мошек всяких, непонятно.